Филиппе, Эл-Индиго, Индиец, Ромеро, Александр, Уси! Мы ждали все-таки, что Александр Усик начнет свою профессиональную карьеру в супертяжелом весе, потому что во всемирной силе... ...в его мощное подборение, он боился... ...Парамера чего не отнять, и, конечно, мексиканский характер, и все-таки 25-й бой на профессиональном ринге... ...это, уверенно, следующий один из лучших супертяжей Украины. Усик доминует, и это приятно. ...боксер из первой десятки, и показал себя, как стойкий волевый боксер, ну, мексиканец, с ним много... ...что скажет. Александра Усика, конечно. Втім, Ромеро сказал, что он принял победить, несмотря ни на что... ...срочно, так что с выносливостью должно быть... ...дистанция для него беспроблемная. Он провел шесть боев по пять раундов, несколько боев... ...заканчивать. Блаз, проба, опередиваться. ...посмотрим на повторах, что у нас тут было. Многие украинцы все об этом знают. На этом начальном этапе, возможно, этого достали. Ломаченко старший Ломаченко. Многие задавались вопросом, на что сам Анатолий Николаевич сказал, что Усик... ...посмотрим, кто будет дальше тренером Александра Усика. Это мексиканец тоже легший, но сейчас он боксирует. Удивительно лучший стратег Александр Усик... ...друг Александра Усика. Попроба Ромеро атаковать, выглядят, ну не те, чтобы жалюгидными, но безнадежными. Сидит смена в Украине. Мы видим, как отреагировал мент украинца. Там он может запустить, конечно, не слышим. Но мы видим повтор, и это тоже интересно. Прощупал уже свою дистанцию Александр Русик. Без проблем выходит. Действительно, на ваших экранах. Вот, влажно. Это рисовая категория, конечно же. Хочешь сам. Да, но все-таки не такой быстрый старт берет Александр Русик, как это сделал. Интересно. Очень много российских крузеров в десятке получше. В поединку с Лебедевым, то Александр не знутився и доповів, что готовый. Именно мексиканец первым соперником. А мексиканцы вообще лундеркинды. Уникальный. Спортсмен. Уникальный боксер. Но не из многих универсальных, с которыми нужно работать. Все-таки, возможно, там пять. Пройти, чтобы почути разницу. Он дает развить атаку Усику. Работает корпус. Все-таки у Кожного свечлях. И зараз автоматизовался Усик. Пропускает удары. Да, мы помним, что и Анатолий Николаевич Ломаченко говорил, что... Он хотел, чтобы его сын прошел тоже как можно больше раундов. По возможности полную дистанцию. Но не получилось. То есть, Бася закончил. Становка есть. Чтобы не спешить. И снова удар по корпусу. Школа Анатолия Николаевича Ломаченко. Тяжелейший удар. Думает, подниматься у нас мексиканец или нет? Поднимается, но ему зараз не переливки. Но так, как будто Александр, что всю дистанцию в Сибирь не был. Прошел удар. До этого тоже прошел удар по корпусу. Вжаль. Вчинив и сразу... А вот здесь уже. Поэтому, соответственно, я думаю... Еще раз пропускаем. Зараз уже відверто. Размашисто атакует мексиканец. Блок. И вот, бачим, с корпуса на голову переключает свои атаки. Александр Усик раскрывает своего суперника. Усик, все-таки мексиканец, неплохо работает корпусом. И тут нужно адаптироваться. Не здается, не складает зброю, но все-таки обережнейшим на баку он стал. Запливло правое око Филипе. И всему этому противопоставить все-таки мексиканец. Украинский боксер. Тут никаких суммей. Справа пробивает в основном мексиканец. Ну, это вопросом. В каждом раунде огромное преимущество в Украине. Как вы видите, от него больше, но нехай Усик в дебютном для себя поединке. На джебе держит соперника. Ну и валится с атакой Ромеро безнадежно. Он боксировал как правша, хотя Усик-то готовился к левше. А вот сейчас он уже стал в свою Усик. И вот тот удар, который мы видели, пропустил Усик. С улыбкой он его воспринял. Но именно благодаря... Ромеро безнадежно реагирует бурхливо просто таки на вдаль атаки. Прошел четкий удар слева. Ультенца. Но офисечка, реферис все равно у нас досчитывает. Хотя угол мексиканца абсолютно... Через руку, точно в челюсть, без замаха. Информация насчет его карьеры. А вот и на повторе мы видим... И этого было достаточно для окончания поединка. Александра Усика. Кот. Действительно, как кот лапой. Александр... Усик! Действительно, как кот лапой.